С момента атаки на депутата парламента прошло несколько дней и уже можно сделать некоторые выводы. Стало известно, что за преступлением стоял 25-летний Али Хабри Али. Молодой человек попал в поле зрения контртеррористического отдела еще во время школьного обучения. Знакомые отмечали, что парень часто смотрел видео с радикальным исламским проповедником Анжером Чоудри, который проживает в Англии. Именно Чоудри стал вдохновителем для многих бойцов, которые присоединились к ИГИЛ. Однако британские службы не считали Хабри Али опасным для общества. Следствие пока склоняется, что депутат Эмис был выбран случайным образом. Преступник хотел убить любого депутата парламента. Символично, что семья Хабри Али также пострадала от исламских террористов. Отец убийцы работал директором по коммуникациям премьер-министра африканской страны и не раз получал угрозы о физическом устранении. Как это нередко бывает, такие трагедии дают карт-бланш для странных, не совсем адекватных действий со стороны силового аппарата. Вместо того, чтобы вовремя предотвращать подобное убийство, силовики решили бороться с анонимностью в социальных сетях. По мнению силового министерства, запрет анонимов может снизить агрессию. Все оппозиционные партии уже успели заявить, что откажутся от участия в довыборах в округе и гарантируют победу для консервативного кандидата. Продолжение следует...